Именно женщины и дети выносят на себе основную тяжесть войны, как отмечают Amnesty International и ООН. Женщины и дети нередко становятся жертвами прямых и косвенных последствий боев, бомбардировок и нападений, терпят нехватку пищи и всего, что необходимо для сохранения жизни и здоровья. Милитаризация общества ведет и к усилению домашнего и сексуализированного насилия. Так, сотни украинок подверглись сексуальному насилию со стороны военных российской армии. Израильские военные систематически применяют сексуальное насилие против палестинских женщин. Систематическое сексуализированное насилие было выявлено и в отношении израильских женщин в ходе террористической атаки Хамас. В России с фронта возвращаются военные и продолжают творить насилие уже у себя на родине. Страну уже охватила волна новой военной преступности, что признают сами власти. Кажется, что захватническим войнам и конфликтам просто нет конца. И что государственный миф о неизбежности и обоснованности так называемых спецопераций окончательно укоренился в сознании людей. Возможно ли прекратить все войны? Как разрушить этот миф и найти точку опоры в антивоенном сопротивлении? На эти и многие другие вопросы может ответить в том числе и феминистская оптика. В этом видео я расскажу, как сказываются войны на положение женщин, какие структуры лежат в основе военных действий и почему война это феминистская проблема. А в конце мы рассмотрим, что женщины это немолчаливые жертвы, что у них разный опыт и многие из них борются за свою свободу на поле боя. По отчетам ООН войны и милитаризация общества лишь усиливают существующие паттерны дискриминации. Это увеличивает число таких гендерных преступлений, как домашнее насилие, сексуализированное насилие, сексторшен или вымогательство секса и трафикинг или торговлю людьми. В 2008 году Совет Безопасности ООН в резолюции заявил, что прежде всего женщины и девочки подвергаются сексуализированному насилию, применяемому в том числе в качестве тактики войны в целях унижения, подавления, устрашения, рассредоточения и или насильственного перемещения гражданских членов общин или этнических групп, и что совершаемое таким образом сексуализированное насилие может в отдельных случаях продолжаться и после окончания боевых действий. Так война разрушает структуры, которые препятствуют домашнему насилию в мирное время и позволяют пострадавшим его избежать или получить помощь. Так страна-агрессор тратит все свои деньги на войну, а не на предотвращение домашнего насилия и защиту пострадавших. Кризисы, войны, потрясения в целом ожесточают людей и приводят к возрастающему насилию в обществе. Патриархальная культура войны лишь поощряет домашнее насилие. Когда насилие нормализуется на государственном уровне, его становится больше в остальных сферах общества. Это приводит к тому, что люди начинают одобрять насилие и воспринимать его как норму. Сексторшен проявляется, например, когда женщины пытаются перейти границу с другим государством, чтобы оказаться в безопасности, но у них нет денег дать, например, взятку, и они сталкиваются с тем, что за оказанную им помощь их принуждают оказывать секс-услугу. Часто в таких стрессовых экстремальных условиях у женщин попросту нет выбора. Им нужно это сделать, чтобы иметь хотя бы гипотетический шанс на улучшение ситуации. Сексторшен выражается также и в злоупотреблении властью и в психологическом принуждении. Во время военных конфликтов обостряется и проблема трафикинга. Беженок заманивают обещанием вывезти в безопасное место и трудоустроить, но вместо этого у них отбирают документы и эксплуатируют. Без документов, денег, жилья, информации о своих правах беженки становятся легкой мишенью для торговцев людьми. Американская теоретикесса Сьюзан Браун-Миллер в своем труде «Против воли» детально описала, как военные изнасилования используются в качестве орудия запугивания и подчинения. А теперь мне бы хотелось рассмотреть положение женщин в современных военных конфликтах. Я не буду разбираться в причинах каждой войны, ведь ролик совсем не об этом. Я расскажу о том, как войны и гуманитарные катастрофы влияют на жизни и здоровье женщин. Так, Судан и его соседи в настоящее время переживают один из крупнейших и наиболее сложных современных гуманитарных кризисов в мире. Более 25 миллионов человек нуждаются в помощи, заявили в управлении Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Пересекающие границу жительницы и жители Судана, а это в основном женщины и дети, оказываются в отдаленных районах в самом бедственном положении, часто разлученные с родными и отчаянно нуждающиеся в еде, воде, крови и медицинской помощи. По данным ООН, в результате вооруженного конфликта между Суданской армией и военизированными формированиями сил быстрого реагирования, 18 миллионов человек столкнулись с острой нехваткой продовольствия, а 5 миллионам грозит смертельно опасное истощение. Отчет Организации Врачи без границ, согласно которому в лагере Замзам в Северном Дарфуре каждые два часа умирает ребенок. Идущие поблизости бои, так же как и присутствие вооруженных сил, неизменно ограничивает свободу передвижения женщин. Это сильно затрудняет им доступ к запасам воды, продовольствию и медицинской помощи, мешает ухаживать за домашними животными и возделывать землю, обмениваться новостями и информацией, обращаться за помощью к соседям и родственникам. А ограничение доступа к медицинской помощи может иметь значительные последствия для женщин, особенно в том, что касается их репродуктивной функции и охраны здоровья матери. Родовые осложнения могут привести и приводят к повышению детской и материнской смертности и заболеваемости. По состоянию на 2024 год гражданское население Украины пережило два года войны и потрясений после полномасштабного вторжения России в страну. Конфликт затронул жизни всех жителей Украины и с самыми тяжелыми последствиями столкнулись женщины и девочки. Вот лишь некоторые ключевые факты и цифры. 72% зарегистрированных в качестве безработных – женщины. 56% из 3 миллионов внутренне перемещенных лиц – женщины и девочки. В ходе военного вторжения войск РФ Украину более 10 миллионов человек стали беженками и беженцами. Десятки тысяч человек погибли. Целые города просто-напросто стерты с лица земли армии РФ. Эта война затронула всех нас и подробности о том, что происходило и происходит на оккупированных территориях Украины, просто чудовищны. Сексуальное насилие во время российского вторжения в Украину совершалось вооруженными силами России, в том числе с применением массовых насилований в качестве средства ведения войны. Так, Верховный комиссар ООН по правам человека выпустила доклад о нарушениях прав человека и военных преступлениях в октябре 2022 года, в котором задокументированы случаи быстрых казней, незаконных ограничений свободы, пыток, жестокого обращения, изнасилований и других видов сексуального насилия, совершенных в районах, оккупированных российскими вооруженными силами. Кроме того, известны случаи нападений, домогательств и сексуальной эксплуатации украинских беженок в Европе во время поиска убежища. Из-за непрекращающихся ударов вооруженных сил России по критически важным объектам гражданской инфраструктуры, жительницы Украины испытывают серьезные трудности с получением медицинской помощи. Затронем катастрофические события на Ближнем Востоке. Гуманитарная катастрофа в Газе, где, согласно отчетам, погибает больше человек, чем в любом другом военном конфликте 21 века, по-прежнему остается чем-то неоднозначным в лучшем случае, а в худшем — справедливым и оправданным. Вчерашние гуманисты и гуманистки изощряются в рационализации действий армии Израиля и отворачивают лица от этой трагедии. В Газе именно для женщин и девочек Палестино-израильский конфликт стал непропорционально тяжелым. Как заявила глава организации ООН «Женщины» агентству Associated Press, женщины и дети выносят на себе основную тяжесть войны. В Газе насчитывается около 50 тысяч беременных женщин, и 40% из этих беременностей классифицируются как беременности высокого риска. 180 рожают ежедневно. Инфраструктура здравоохранения практически вся уничтожена. Как сообщает благотворительная организация CARE, здесь нет врача, акушерки или медсестры, которые могли бы поддержать женщин во время родов. При родах у женщин нет обезболивающих препаратов, анестезии или гигиенических принадлежностей. Когда женщины и дети выживают в этих невыносимых обстоятельствах, они сталкиваются с перемещением и голодом, ухаживая за истощенными младенцами. Беременным женщинам приходилось преодолевать 30-километровое путешествие с севера на юг Газа. Они пребывают в условиях, которые, по словам ЮНИСЕФ, превышают пороговые значения голода, и которые вызывают особую озабоченность, когда речь заходит о судьбе десятков тысяч беременных и кормящих грудью женщин, большинство из которых потребляют только один или два вида продуктов питания. Матери не имеют доступа к достаточному количеству продуктов питания и чистой воды для производства молока для своих младенцев, а когда в лагерях перемещенных лиц доступны молочной смеси, найти чистую воду для кипячения и смешивания с ней становится ежедневной проблемой. Хоть ООН заявила, что Израиль препятствовал расследованию и не допускал представительниц ООН в Израиль и на оккупированные территории Палестины, удалось зафиксировать, что власти Израиля ответственны за военные преступления и преступления против человечности. Комиссия нашла доказательства того, что Израиль использует массовый голод в качестве метода ведения войны. Также государство преднамеренно убивает мирных жительниц, атакует гражданские объекты, насильственно перемещает палестинок, совершает сексуализированное насилие, использует пытки, ответственно за жестокое и уничижительное отношение. В ходе террористической атаки Хамас 7 октября 2023 года в Израиле погибло около 1200 человек. Тысячи получили травмы, преимущественно среди гражданского населения. Преступления в отношении мирного населения включали сексуальное насилие, похищение, публичную демонстрацию пленниц и пленников, нанесение увечий телам, а также грабежи. 253 человека были взяты в заложники, включая убитых. Согласно отчетам ООН, выявлено систематическое сексуализированное насилие в отношении израильских женщин. Феминистская исследовательница милитаризма Синтия Энло очень верно подмечает то, что согласно госпропаганде, войны якобы ведутся во имя женщин и детей для их же безопасности. Однако в реальности именно эти группы и страдают от военных действий больше всего. Она также отметила, что войны способствуют установлению более патриархального порядка в стране. Именно поэтому война – это феминистская проблема. Современный антивоенный деколониальный феминистский анализ войн, представленный в книге «Феминистские решения для прекращения войны», буквально испепеляет устоявшиеся мифы о неизбежности войн, о множественных формах насилия, о патриархальных выгодах от войн в виде ресурсов, власти и статуса. Небольшое отступление. Пожалуйста, поддержите издание «Радикальная теория и практика», ведь именно благодаря им у нас есть возможность читать такие ценные труды. Это независимый либертарный издательский кооператив, который выпускает важнейшие книги об истории освободительных движений, социальных и экологических инициативах, альтернативных экономических моделях и политических заключенных. Ссылку на книгу я оставлю в описании под этим видео. Так, феминистки разных коренных народностей изучают, как в целом связаны войны и гендер, и как властные отношения реализуются посредством войны. Они также изучают, как гендер, раса и класс влияют на последствия войны. Для антивоенного анализа очень важны представления коренных народностей о войне и мире, ведь это бросает вызов самой идее неизбежности колониального господства. Такие индигенные знания или знания коренных народов являются целой космологией и содержат в себе альтернативные способы осмысления войны и насилия, а также огромный потенциал мирных решений конфликтов. Так, курдские женщины практикуют феминизм, который радикально отличается от западного, акцентом на анархистские и антикапиталистические идеалы. Вот как их концепция описывается в книге «Феминистские решения для прекращения войны». Существует такой термин, как женология, состоящий из курдского слова «жин», означающего «женщина», и суффикс «soology», означающего «наука о». Женология выступает за отказ от многочисленных пересекающихся друг с другом форм гегемонии, не ограничивающихся при этом только патриархатом. Женология выделяет и другие формы гегемонной власти, способствующие угнетению женщин, включая национальное государство и капитализм. Поэтому движение за освобождение курдских женщин направило свою борьбу одновременно против националистического и гендерного угнетений. Это справедливо, если учесть, что курдские женщины угнетаются как патриархатом, так и сирийским государством. В связи с этим женология утверждает, что национальный этотизм фундаментально связан с патриархатом. Национальное государство воспроизводит патриархат, поскольку оно по своей сути гегемонно и маскулинно. Поэтому женологини используют формулировку «этотизм, сексизм, пауэризм», чтобы отобразить неразрывность этих гегемоний. Также не менее важен и квир взгляд на проблематику милитаризма, который, к примеру, подвергает сомнению миф о якобы безопасности таких мест, как пункты пограничного контроля, общественные туалеты и спальни. Квиринг безопасности рассматривается как феминистское решение для прекращения войны. Стирание и экзотизация тела жизни квир-людей напрямую способствуют продолжению войны и повседневного насилия через навязывание и усиление бинарных и эссенциалистских норм гендера и сексуальности. Опираясь на опыт незащищенности квир-людей на границах государств, в уборных и спальнях, я обращаюсь к квир-феминистской оптике, чтобы показать, что квиринг наших определений защищенности – это важное феминистское решение для прекращения войны. Квиринг безопасности позволяет нам выйти за рамки существующей логики защищенности и дает возможность вообразить и практиковать защищенность, доступную всем, независимо от их гендера и или сексуальной ориентации. Пересмотр мемориализации войны, то есть придания чему-либо мемориального характера и национальных военных мемориалов, является еще одной важной стратегией против войны. Важно расследовать и критиковать то, каким образом государство призывает нас помнить о войне, как военные памятники идеализируют образ военных и военные сюжеты, а также воспроизводят чувство верности нации и стирают ответственность за совершение насилия. Воспроизводство чувства привязанности к нации исключает даже мельчайшее сомнение в том, что война необходима и неизбежна, тем самым предполагая, что война всегда будет неотъемлемой частью жизни. Подобная идеализация советской армии стирает преступления советских солдат против женщин и мирного населения в странах Балтии, например. Так, снос памятника воинам советской армии в Риге в 2022 году вызвал бурную реакцию в обществе. И все же для значительной части местного населения мемориалы советским военным это в том числе и напоминание об оккупации, депортациях и других страшных преступлениях советского режима. Мемориалы разжигают патриотические чувства, воспроизводят привязанность к войне и лишь укрепляют существующие структуры власти. Так и возникают в сознании людей милитаристские слоганы наподобие «можем повторить», потому что военные мемориалы не созданы с целью отговорить людей от войны. Как следует из трудов феминистки Белл Хукс, изучать милитаризм в отрыве от патриархата, расизма и капитализма совершенно бесполезно, потому что все они, по словам мыслительницы, функционируют одновременно. Во всех своих работах она рассматривает капиталистический патриархат сторонников белого превосходства и использует это выражение, чтобы постоянно напоминать нам о взаимосвязанных системах господства, которые определяют нашу реальность. Таким образом, феминизм она определяет как движение за прекращение сексизма, сексистской эксплуатации и угнетения. Такой подход близок и феминистской историкине и антропологине Кэрол Крист, которая рассматривает патриархат как целостную систему, созданную на пересечении контроля над женщинами, частной собственности и войны, которая позволяет и прославляет насилие, завоевание, изнасилование, грабежи, эксплуатацию ресурсов и захват рабов. Таким образом, феминистский анализ предлагает рассматривать войну не как что-то ограниченное во времени, не как отдельное событие, а целую систему из патриархата, белого превосходства, капитализма и милитаризма. Поэтому не стоит думать, что просто включение женщин в участие в войне, избрание на государственные должности, привлечение женщин к решению внешних конфликтов и призыв в армию сможет автоматом привести нас к миру. Огромное число женщин, в особенности на руководящих постах, активно поддерживают войну и милитаризм, а также извлекают выгоду из империализма и колониализма. Если понимать войну как практику, укурененную в патриархате, белом превосходстве, капитализме и милитаризме, то и для прекращения войны потребуются комплексные решения. Прежде всего, придется поставить под сомнение неизбежность и полезность войны, а также принять тот факт, что война является продолжением повседневных форм насилия, которые в обществе воспринимаются как норма. Белл Хукс отмечает, что нам необходимо переосмысление и радикальные решения для прекращения войны и милитаризма. Чтобы бороться с милитаризмом, мы должны сопротивляться тому, что навязывают нашим детям. Их учат пассивному принятию насилия в повседневной жизни, тому, что насилие можно устранить новым насилием. Так военная пропаганда активно проводится и в школах. Вот что рассказывает одна из российских активисток движения родственниц мобилизованных «Путь домой». Сейчас контекст противоположный. Можем повторить. Я, конечно, против этого. Это не патриотизм, а воспитание детей в каком-то людоедском романтизме войны. Меня это пугает, ведь у меня маленький ребенок, она тоже пойдет в школу. Женские пацифистские и антивоенные организации активизировались еще в годы Первой мировой войны. С самого возникновения движения суфражистские участвовали в антивоенных движениях, выходили на пацифистские демонстрации. Да, хоть это и был буржуазный феминизм, который не опирался на критику государства и капитализма, но уже тогда феминистки призывали к мирному регулированию конфликтов. Так, в августе 1914 года в Нью-Йорке 15 тысяч женщин приняли участие в мирной демонстрации. А в 1915 году в Гааге две европейские феминистки и пацифистки Розика Швиммер и Эмилин Петтик Лоуренс в союзе с женской партией за мир организовали Международную мирную конференцию женщин. Эта конференция стала первой международной встречей, цель которой была борьба за мир и выработка принципов мирного соглашения между воюющими нациями. Американская анархофеминистка Эмма Гольдман последовательно выступала против всеобщего призыва. В манифесте Лиги против призыва она писала «Мы против призыва, потому что мы интернационалистки и антимилитаристки, и противостоим всем войнам, начатым капиталистическими государствами». В своем знаменитом эссе, опубликованном в 1900 году, когда в обществе уже витало предчувствие военной катастрофы, Гольдман обращается с антивоенным призывом к рабочим. Когда? Ну когда же вы научитесь быть собою, думать по собственной воле, действовать по собственной воле? У вас не получится, пока вы не научитесь осознавать зло, которое приносит война, кровопролитие, узаконенное убийство и разбой, пока не научитесь осознавать, что любая классовая или расовая ненависть является результатом вашего собственного невежества, и что, сознательно выбирая оставаться в неведении, вы становитесь легким инструментом в руках ваших правителей, которые слишком трусливы, чтобы выйти и сражаться самостоятельно. Во время Второй мировой войны роль женских пацифистских организаций, как и мужских, уменьшилась. Однако в послевоенный период, особенно с тех пор, как ядерное оружие получило широкое распространение, женские группы снова начали активно участвовать в движениях за мир. Так, вторая волна феминизма в США и антимилитаризм были тесно связаны. Феминистки активно протестовали против войны во Вьетнаме. Также и в теоретических текстах того времени обсуждался феномен войны в международной политике. Известны такие женские объединения, как акция «Женщин за ядерное разоружение» в США и «Женщины за мир» в Западной Германии и Нидерландах. В 1988 году в Израиле появилось антивоенное движение «Женщины в черном», насчитывающее около 10 тысяч активисток по всему миру. Например, в Югославии «Женщины в черном» в 1990-е годы противостояло разгулу национализма, ненависти и кровопролития, часто встречаясь с насилием со стороны националистов. В настоящее время значительная часть феминисток по всему миру осуждает полномасштабное вторжение России в Украину, осуждают военные действия и гуманитарную катастрофу в Газе, выступают против войны в Арцахе и освещают военные конфликты в других странах. Почему же организация феминисток так важна и чем она отличается от просто антивоенного движения? Организация феминисток против войны – это и прямой ответ на насилие, и попытка преобразовать более глубокие социальные проблемы, связанные с правами и благополучием женщин. Но многие феминистки полагают, что организация должна представлять собой нечто большее, чем решение конкретного военного конфликта. Это должно быть создание именно сообщества, стремящегося к достижению глобального мира. Феминистский антимилитаристский активизм позволяет местным женщинам формировать знания о собственных обществах, и также это является способом предотвращения молчания. Слушаваясь в истории женщин, которые борются за мир, мы можем узнать о конкретных решениях и общих вызовах по организации активизма и сопротивлению милитаризму во время войны. Я считаю очень важным рассмотреть феминистский пацифизм и милитаризм немного с другого ракурса, и подсветить альтернативный взгляд на антимилитаризм с точки зрения национально-освободительных движений. Так, в наши дни на фоне вторжения российской армии в Украину позиция «война – это мужское дело, милитаризм – это плохо» в случае оборонительного сопротивления Украины может выглядеть неинклюзивной и поверхностной. Пацифизм не всегда действенная стратегия, особенно когда речь идет о сопротивлении агрессии. Украинские феминистки опубликовали манифест «Право на сопротивление», в котором призвали разграничивать насилие как средство подчинения и насилие как легитимную самооборону. Они отмечают, что абстрактный пацифизм, осуждающий любое насилие, приводит к безответственным политическим решениям и не учитывает властную динамику между воюющими сторонами. Часть украинских феминисток разглядывает пацифистской феминистской позиции и антивоенном активизме привилегию тех, кто не вовлечены в военные действия и находится в безопасности. Они хотят указать на национально-освободительный аспект своего сопротивления и сделать видимыми украинок, которые не хотят покидать свою страну, а остаются защищать ее с оружием в руках. Антимилитаристская позиция, как указывают украинские феминистки, может хорошо работать в стране, воюющей на чужой территории, но в стране, которая защищается, занять такую позицию означает вступить в игру на стороне агрессора. Хочу обратить ваше внимание, что подобный взгляд транслируют далеко не все украинские феминистки, и мне бы не хотелось стирать видимость убежденных пацифисток. Я придерживаюсь того, что люди должны иметь право на собственную философию и убеждение. Я лишь хочу показать в этом видео, что в феминистском дискурсе существуют разные способы противостояния захватнической войне. Также и упрощенное понимание национализма, демонизация и рассмотрение его в отрыве от национально-освободительного характера тоже является однобоким взглядом на происходящее в Украине. Так существует проект «Невидимый батальон», который является низовой инициативой женщин, добровольно ушедших воевать и столкнувшихся с проблемами неравенства и невидимости. Как анархистка я, разумеется, продолжаю критиковать национализм как государственническую диалогию. Лично мне она совершенно не близка, однако я уважаю и поддерживаю национально-освободительные движения как борьбу гнетенных народов за свое освобождение. Не будем забывать, что на стороне Украины против империалистического вторжения России воюют также доброволицы из рядов анархисток и антифашисток, не только как бойцы, но и как волонтерки и военные медики. Так, анархистка и квир-феминистка Кафа стала доброволицей с января 2023 года и с тех пор служит на передовую в Бахмуте. Ей всего 22 года, она пилотесса Дронова в анархистском подразделении Сенека, названном в честь позывного солдата, павшего в 2022 году. Многие бойцы этого подразделения сражались за свободную Украину еще во время революции достоинства на Майдане в 2014 году. Кафа занимается преимущественно радиоразведкой, сбором и анализом данных, кроме того, она является ЛГБТК-плюс-активисткой, отстаивает права квир-людей, а также ей близок индивидуалистический анархизм в традициях Макса Штирнера. Социологиня Анна Гриценко в своей статье «Российско-украинская война с 2014 года и феминизм» пишет, «Также не надо сводить к национализму или милитаризму, как набору идей, хотя и эта причина может быть, причины участия женщин в боевых действиях». Респондентки невидимого батальона рассказывали, в частности, что они потеряли рабочие места из-за войны или что ушли на фронт вслед за членами своей семьи. Аналитические подходы к женскому участию в боевых действиях не должны обесценивать с привилегированных позиций практические решения, принятые женщинами, которых затронула война, и также не должны сводить их поведение к собственному выполнению боевых задач. Рассуждая о разграничении насилия как подавления и агрессии как освободительной практики угнетенных, авторка статьи приводит такую цитату американской философии нефеминистки Джудит Батлер. «Агрессия может и должна отличаться от насилия. Насилие – одна из форм, которые приобретает агрессия. Есть множество путей оформления агрессии, работающих на пользу демократической жизни, таких как антагонизм, дискурсивный конфликт, забастовка, гражданское неповиновение и даже революция». И Гегель и Фрейд понимали, что подавление деструктивности возможно лишь путем ее переноса в процессе вытеснения. Отсюда следует, что любой пацифизм просто основан на вытеснении способом нахождения для нее другого места, что никоим образом не приводит к ее преодолению. И так единственное, что остается, это научиться осваивать собственную деструктивность, придавая ей формы, совместимые с жизнью, и таким образом признав ее существование и взяв на себя ответственность за ее социальные и политические проявления. Важно говорить, что в феминистском пространстве существуют разные мнения насчет милитаризма, что опыт женщин в тех или иных странах с той или иной политической ситуацией может быть разным. Вспомним боевые отряды испанских анархосиндикалистов, Мухерес и Либрес, видео о них уже есть на этом канале, и курдских женщинах, о которых я говорила ранее, которые отважно сражаются за свое освобождение на поле боя. Важно различать характер войн и понимать, что есть войны империалистические, захватнические, войны между угнетателями, а есть войны оборонительные, национально-освободительные и классовые. Как писал испанский анархист Эрико Малатеста, угнетенные всегда находятся в состоянии законной самообороны и всегда имеют право нападать на угнетателей. Еще в 1963 году на Конгрессе Международной демократической федерации женщин-представительница Венесуэлы говорила, нам необходимо ликвидировать империализм, чтобы добиться мира и разоружения. Пока существует империализм, будут существовать и фашизм, и милитаризм. И поскольку империализм все еще существует, женщины по всему миру активно участвуют в освободительной борьбе. Конечно, такой взгляд далек от идейного пацифистского, однако стоит признать, что вооруженные восстания рабочих и борьбу за собственное освобождение невозможно представить ненасильственными, ведь ни один угнетатель не допустит своего свержения добровольно. Ткуд уж каждая из нас вольна делать собственный выбор. Тем не менее, необходимо оспаривать и подвергать жесткой критике, навязываемой государственной пропагандой убеждения о том, что захватническая война — это неизбежное, временное и необходимое политическое событие. Оспаривать миф о том, что война — это некая крайняя мера, когда все другие мирные решения были испробованы, и других вариантов нет. Мифы о войне можно и нужно разрушать, в том числе слушая людей с разным опытом войны, вслушиваться именно в личной истории людей, а не послушно потреблять новости с равнодушными сводками о количестве убитых. Государство говорит нам, что войны неизбежны, что они необходимы для блага нации и даже якобы для выживания всего человечества, способные бороться против самых разных форм несправедливости, проучать или уничтожать обидчиков, террористов, кого угодно. Однако феминистские исследования и анализ разрушают этот взгляд, показывая, что насилие структурно и повсеместно, что военные победы и военные поражения провоцируют еще больше насилия, чем существовало в довоенном времени, часто усугубляя проблему, которую изначально планировали решить войной. Важно понимать, что логика войны продолжается и в повседневной жизни, в самых различных формах бытового насилия и воспитании детей. Именно поэтому феминистки рассматривают феминистское образование как потенциальный путь к мирной жизни. Этот процесс включает в себя такие ценности, как ненасилие, сострадание, мирное существование и сочувствие. Не менее важно бросать вызов и гендерному порядку войны, рассказывать истории о мужчинах-пацифистах, отказывающихся служить в армии или участвовать в захватнической войне, и также о женщинах, поддерживающих войны и встающих на сторону угнетателя. Но сопротивление войне, конечно, не исчерпывается лишь одним осуждением. Нам нужно осознать, как именно мы участвуем в глобальных практиках, укрепляющих милитаризм, капитализм и колониализм. Захватнические войны базируются на существовании государств, патриархата, капитализма, колониального угнетения и империализма. Конечно же, применение одних лишь феминистских стратегий без радикального социального и экономического преобразования системы не будет достаточно. Впрочем, и социальная революция без феминистской оптики не видится мне чем-то безопасным. Каким же должен быть мир, чтобы в нем не было войн? Решать только нам. Я предлагаю дискутировать, обмениваться опытом, изобретать новые формы и, конечно же, беречь друг друга. Спасибо всем, кто досмотрели это важное видео до конца. Я, как всегда, рассчитываю на вашу поддержку в комментариях. Всем пока!